Все, она практически пустая. И пчел нету. Вы видите, что она, ну, семья, все, отошла полностью. Это вообще крах. Это вот дождем ее пчелу прибило. Как говорится, они вот двое суток дождь идет. Вот она и получается. Еще шевелится, барахтается. Но надежды на спасение уже нет. Сегодня на пасеке Вячеслава Паршина черный ковер из мертвых пчел. Полегли 200 семей. В каждое 50-60 тысяч пчел. Каждая семья могла дать около 50 килограммов меда. Примерная недополученная прибыль порядка 2 миллионов рублей. Это не считая погибших пчел. Для Вячеслава Паршина ситуация огромный удар. Пасек основной источник его дохода. Гибель насекомых, уверен пасечник, привели ядохимикаты, которыми обрабатывают многочисленные рапсовые поля местные сельхозпредприятия. Отравленный нектар летные пчелы принесли в улей. За одну ночь 15-летний труд пчеловода сошел на нет. Вот натуральное убийство. Вот один фермер. Вот он 13 пасек у нас в деревне положил. Вот смотрите, что творится. Столько пчел. Теперь все. Какой с ней умер? Вы знаете, на сегодняшний день охота, конечно, помочь пчелкам. А подходишь к улью и руки как плетья. То есть душа там осталась. Опускаются руки и у других пчеловодов села Шибалино. В общей сложности в деревне полегло 800 пчелосемей. Но география на одном селе Бийского района не останавливается. На сегодняшний день гибель насекомых зафиксирована в 10 районах Алтайского края. Вот так земля вся усыпана. Пчелами пчелы кубыряются. Жительница Петропавловского района потеряла свыше 80 пчелосемей всю пасеку. Причина все та же, говорит женщина. Бесконтрольная обработка полей от вредителей. Пчеловод высказалась на камеру, но пожелала остаться анонимной. Ядохимикаты для обработки огородных, всяких культур, всего, да, бесконтрольно продаются. Но никогда в селах не умирали пчелы. Были единичные там, но это было не так критично и не страшно, да. В этот же раз основная масса рабочей пчелы умерла у всех. Такой массовой гибели пчел люди никогда не видели. Даже в 2020 году, когда от падежа насекомых пострадали пчеловоды трех районов края, масштабы не были столь разрушительные. Когда обработка полей уничтожила тысячу семей, сегодня же две с половиной. И цифры только растут. По словам пчеловодов, беды можно было бы избежать, если бы фермеры и сельхозпредприятия по-человечески предупреждали о использовании химикатов на полях и соблюдали правила обработки. Опять же, говорят, что на цветение этой культуры, культуры рапса, травить вообще нельзя. То есть все дикие опылители умирают, ну естественно и наши. Когда обрабатываться, они должны нам сообщать хотя бы, когда и что. Я знаю только одного пчеловода, вроде бы предупредили, но и то ему сказали, завтра будем обрабатывать. Что самое интересное, аграрии предупреждают об обработке полей заранее, правда очень своеобразным образом. Дают объявление в местной газете, что обработка будет проводиться с 3 июня по 30 июля, целых два месяца. Получается, что пчеловоды на этот период должны вывезти своих пчел в другой регион, либо держать их в заперти. Прошлым летом в регионе работало приложение, благодаря которому фермеры предупреждали пчеловодов об обработке полей. Однако на сессии АКЗС силу приложения обесценили. Сегодня работа в нем носит лишь рекомендательный характер. Мы уже сейчас, через неделю, уже своими силами, как говорится, уже без законодателей, мы все равно запустим дней через 10 эту программу. Она будет работать, но она, понимаете, не является нормой, поэтому она рекомендательный характер носит. Захотят фермеры указать, что будут обрабатывать полей? Конечно. Укажут, не захотят? Ну хотя в федеральном законе это есть, но в региональном это убрали. А между тем обработка полей продолжается. Пчеловоды и фермеры пытаются договориться друг с другом здесь и сейчас. Сейчас ребята создали час пчеловоды свои, значит, чтобы это... И вот намного оперативнее будет. То есть в чате можно будет выложить, допустим, что сегодня-завтра будут обработки. Они уже, фермер забросил на этот чат информацию, они уже будут знать, допустим, прикрыли улики, там пчелы не полетели. Известно, что районные и сельские власти организовали специальную комиссию, которая выехала на пострадавшие пасеки. Осмотрела каждые улей погибших насекомых. Потенциально опасные растения сейчас анализируют наличие пестицидов. Провести лабораторные исследования, причинно-следственные связи установить, значит, и тогда решать вопрос о компенсации ущерба в судебном или досудебном порядке. К слову, председатель Союза пчеловодов даже без результатов экспертизы уверен, что причина гибели пчел – агрессивные ядохимикаты. Та продукция, которая вырастает на этой земле, она тоже вся захимична. А потом из нее пищевая продукция, а в конце кто стоит этой цепочке? Человек, потом болезни аутизма, Альгермера, Паркинсона, иммунитет. Есть крупные организации, фермера, которых 10 тысяч, 20, 60 тысяч гектар, которые попробовали биопрепараты и сказали, что мы больше никогда не будем применять ядохимикаты. Глава Союза фермерских хозяйств Александр Вайсель, хозпредприятие не оправдывает. Однако говорит, что предпринимателям порой приходится в срочном порядке обрабатывать поля от вредителей, иначе они понесут серьезные убытки. Если налетела там бабочка или какие-то грызуны, они не спрашивают, когда их будут травить или уничтожать. Поэтому принимается решение какое-то бокой, одностороннее где-то. И начинают применять ядохимикаты в дневное время. Это одно из основных нарушений, которые сталкиваются пчеловодом. Химикатами травятся не только пчелы, но и люди. Так, в Усть-Калманском районе пострадали сразу три человека. Одного из них госпитализировали. Среди симптомов отравления рассказывают люди. Головокружение, высокое давление, тошнота и рвота. Известно, что пострадавшая женщина была в гостях, где находилась стационарная пасека. По словам главы сельсовета, пациентка сейчас нуждается в транспортировке в Барнаульскую больницу. А между тем, эксперты и специалисты уже назвали случившейся катастрофой, которая требует незамедлительного решения. Ведь вместе с пчелами в следующий раз может пасти и все село, вблизи которого находятся рапсовые поля. Так же и люди потом повально пачками просто умирают, как вот эти насекомые после таких обработок, которые проводят на полях. Бросать, наверное, все это делаю. Каждый год боимся, прячемся от этих полей и все повторяется. Валентина Скерова, Дмитрий Денисов. День с толком.